Уважаемые коллеги, в поле вашего постоянного контроля и внимания должны оставаться обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции. В координации с другими профильными структурами важно повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы, оказывать поддержку нашим компаниям, которые сегодня активно развиваются, несмотря ни на какие препятствия им создаваемы, осваивают новые рынки, при этом, конечно, сталкиваются и с незаконными санкциями, и с нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями, за которыми опять же стоят власти ряда государств и их специальных служб. В своё время Запад активно использовал в своих интересах разного рода трансграничные радикальные террористические группировки, в том числе поощрял их агрессию против России. Закономерно, что и неонацистский киевский режим, опять же, при поддержке Запада, а часто и по прямому их указанию, перешёл к террористическим методам. Все попытки прорыва на нашу территорию, диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наёмников, они тоже активно применяются, да и всякого рода отребия, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, все эти попытки провалились. Продолжение следует...